Что это мы сейчас прослушали и зачем вы инсталлировали орган в фотосепараторе? Алексей, давайте поговорим об устройстве этого фотосепаратора. Давайте, конечно, всем, я думаю, интересно будет понять и, собственно, принцип его работы, и основные части, из которых состоит фотосепаратор. Ну, здесь мы видим, фотосепаратор уже установлен на площадку, для того, чтобы, собственно, он заработал, нужен продукт. А чтобы его подать, здесь у нас применяется подающая нория, то есть эта нория нужна для подачи исходного продукта в оперативный бункер. Оперативный бункер у нас содержит постоянный какой-то объем продукта, для того, чтобы создавать давление на вибропитатель. Соответственно, продукт, попадая в оперативный бункер, мы видим, он находится, сейчас там у нас есть фацелия уже, она уже засыпана, мы на ней уже работаем. Далее попадает непосредственно уже в приемный бункер, из приемного бункера на вибропитатель. Основная задача которого – это равномерное распределение продукта на скатный лоток. Обязательно в один слой должен продукт быть распределен. Почему? Потому что зона осмотра у нас находится с двух сторон. Попадая на продукт, продукт, попадая на скатный лоток, равноудаляется и ускоряется, и попадает в систему освещения, осмотра и анализа. Это вот в этом блоке, да? Да. То есть это два оптических короба имеется. Это передний оптический короб, сзади находится задний у нас оптический короб. Что содержат эти короба? Она содержит систему освещения, систему анализа и систему непосредственно уже обработки изображения. И блок управления здесь? Блок управления, соответственно, да, здесь, который фотосепаратором, при помощи которого происходят все какие-то манипуляции с машиной. То есть продукт, сходя с лотка, попадает, еще раз повторю, в систему освещения. Основная задача системы освещения – это создание контраста между годным продуктом и отходом. Чем выше контраст, тем выше производительность, тем выше качество годного продукта, тем меньше отходов. Самый простой пример – это овес-овсюг. Овес более светлый, овсюг более темный. Так же, как в горчице попадается в юнок. Бывают, конечно, более сложные продукты. Тогда там уже используется не только видимый спектр. То есть мы работаем, у нас подсветка полноцветная, можно любой цвет создать. Я сейчас вижу зеленый. Сейчас горит зеленый, можем создать красный, синий, желтый, белый, без разницы. Если этого будет не хватать, от видимого спектра применяются еще инфракрасные спектры. То есть для удаления каких-то там минеральных примесей, пораженных, битых, щуплых зерен. После освещения уже попадает в систему осмотра. Она состоит из двух камер, двух или четырех камер CCD, камеры линейного сканирования, которые стоят герметичным. Еще раз повторяю, этот оптический короб, он герметичный, сюда не попадает ни влага, ни пыль. То есть мы понимаем, да, сейчас вот сколько пыли на аппарате, все равно, то есть он работает в промышленных условиях. Камеры стоят друг напротив друга. Машина обладает именно техническим зрением. Соответственно, происходит анализ каждой зерновки с двух сторон несколько раз, поэтому обязательно, чтобы продукт именно шел в один слой. Почему? Потому что если будет наложение продукта, середину мы не будем видеть у зерновки. Установлены камеры, которые у нас анализируют продукт. На них установлена сама плата. На ней проходит именно анализ всего изображения. На ней осуществляется. И в дальнейшем уже с этой платы передается сигнал на эжектор. А эжектор уже, соответственно, негодный продукт выстреливает. Тем самым разделяя поток на две части. На годный и на отходы. А что здесь за куча конденсаторов мы видим? Эта куча конденсаторов называется плата освещения. Собственно, она нужна у нас для контроля яркости освещения, для выбора цвета. Цвет меняем для того, чтобы изменять настройки продукта. То есть, если сортируем горчицу, допустим, красным, если сортировать какой-то другой продукт, то нужно цвет уже будет переключать. И эта плата позволяет как раз контролировать переключение цвета, его яркость, насыщенность. Если продукт не соответствует заданным параметрам, то есть машина автоматически его считает негодным. Что происходит дальше? За системой осмотра установлены блоки эжекторов. И, соответственно, при попадании, при пролете негодной зерновки мимо клапана, он кратковременно открывается, там на доле секунды, потоком воздуха негодный продукт сдувает, то есть стреляет точечно, как пулемет. То есть количество срабатываний до 1000 может быть в секунду. До 1000 в секунду? До 1000 в секунду, да, количество срабатываний может быть. И именно у наших эжекторов, здесь у нас их 54 на лоток, то есть по 5 мм где-то у нас ширина каждого клапана до 1000 срабатываний. Соответственно, потоком воздуха негодная зерновка переходит по трубок с негодным продуктом. Годная зерновка падает дальше. И на выходе, собственно, мы получаем всего лишь два продукта. Это угодный продукт, да, тот, который идёт там на семейные цели, на экспорт, куда-то на упаковку, и негодный продукт. Негодный продукт можно ещё раз там сортировать, чтобы получилась ресортировка, ну, либо уже куда-то использовать дальнейшее, куда-то на отход. То есть достаточно всё просто. Вроде бы, да, по рассказу. На самом деле это намного сложнее, потому что мы понимаем, что зерновка там летит в пространство, нужно понимать, как она ориентирована на неё, какие-то воздушные другие силы действуют. И, то есть, машина должна быть достаточно мощным процессором, чтобы обработать такое большое количество сигналов, именно чтобы срабатывания были чёткие, точные. Если будет срабатывание нечёткие или неточные, тогда, соответственно, годный продукт будет загрязнён. И это не есть работа уже этой машины. Почему вот здесь можно как раз остановиться... Почему машина финишная, это очистки? Потому что продукт должен быть по массе выровнен, по размеру должен быть выровнен, по парусности. Допустим, зерновка движется со скоростью 3-4 метра в секунду, а какая-то лёгкая частица, она движется 1-2 метра в секунду. Соответственно, даже камера, когда её увидит, но она высчитывает время задержки до открытия эжектора. То есть, она думает, что эта негодная зерновка подлетела, а она ещё не долетает. То есть, идёт щелчок, годный продукт улетает в отход. Поэтому всегда мы просим, чтобы продукт именно был выровнен по размеру и по массе. И была проведена первичная очистка от полова, от каких-то соломистых частей, от пыли, потому что это загрязняет. Видим, что в промышленных условиях всё равно пыли не избежать, поэтому для того, чтобы камера не загрязнялась, она, во-первых, установлена в оптическом коробе, во-вторых, она смотрит через определённое стекло. На этом стекле установлены у нас щётки, подобие автомобильные. Через определённый промежуток времени эти щётки проходят, тем самым очищая стекло и не засоряя систему, зону осмотра. Помимо этого, зону осмотра нужно ещё удалять пыль. Пыль удаляется у нас с аспирацией, там есть у нас пылесосы, к нему подключены шланги. Пыль достаточно эффективно удаляется. Да, она немного разряжает воздух именно в системе осмотра. И, соответственно, эта вся пыль у нас удаляется. Ну, не вся, конечно, но всё равно, у каких-то лёгких примесей она всё равно не сможет там 100% эффективно убрать. Поэтому я говорю ещё раз повторю, что нужно именно одинаково по размеру, по массе, продукт должен быть выровнен. Если бункер навесом использовать, то результат мы не получим, как должен работать фотосепаратор. Нет, ну это понятно, что на «Жигулях» нельзя перевозить грузы, как в «КамАЗе», да? То есть каждый аппарат для своих целей. Согласен. И это финишная обработка. Согласен, Алексей. Но некоторые, возможно, ошибочно, возможно, ждут какого-то чуда и пытаются именно неподработанный материал посортировать на нашей машине и ждут при этом результат там 99-99. Но я вам ещё раз повторяю, наверное, люди все взрослые, как бы чудес не бывает. Поэтому нужно готовить именно материал, как говорил сегодня Александр Александрович, нужно подготовленный материал. И каждая машина, вы правильно заметили, должна выполнять свой определённый функционал. Алексей, скажите, пожалуйста, а производительность-то какая? Вот именно этой машины, которая стоит у Сан Саныча, сколько там в час, тонн, килограмм, центнеров, не знаю. И по разным, наверное, культурам это разная производительность? Всё верно, Алексей, да. То есть у нас непосредственно здесь представлена машина трёхлотковая, трёхлотковая, то есть зорки – это максимальность, можно сказать, в своей конфигурации бывает. Одна, двух, трёхлотковая. Мы получаем, мы считаем, что наша производительность, ну, эталон мы берём пшеницу, 4-5 тонн в час с одного лотка. Соответственно, трёхлотков мы можем получить 12-15 тонн в час. Это по пшенице. Естественно, если мы берём горчицу, то это где-то килограмма 700 в час на один лоток. Если мы берём фацелию, там и того меньше, я думаю, килограмм 400-500 где-то будет на один лоток. Соответственно, от чего зависит производительность? Первое, она зависит от самого продукта, от удельного веса. Второе, от сора. От сора, то есть если, чем чище продукт, тем материал, который мы получаем, он получается более качественный, с более высокой производительностью. Это вот два таких вот именно показателя, которые, собственно, это зависит. Это удельная плотность вещества и количество, ну, в какой степени он загрязнён. Чем чище продукт, тем аппарату легче, собственно, работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей, расскажите, пожалуйста, что это мы сейчас прослушали и зачем вы инсталлировали орган в фотосепараторы? На самом деле это не только в развлекательных целях, чтобы где-то на выставках привлекать наших клиентов или вообще чем-то удивлять. На самом деле это имеет большое практическое значение. Все мы понимаем, что звук – это колебание воздуха. Соответственно, эжектор, когда выдуёт воздух и стреляет по негодному продукту, он тоже, соответственно, создаёт некие колебания воздуха. Звук, который мы получаем на фотосепараторе, который, ну, можно сказать, назвать это мелодией, это не есть, вернее, это есть показатель того, насколько точно и вовремя открывается наш эжектор. То есть это вот, наверное, самое главное его практическое применение – показать, насколько вовремя, насколько по цели он будет бить уже впоследствии. Вот и всё. Здесь достаточно простое этому объяснение. Слушайте, ну а такие штуки вообще есть в других фотосепараторах, в других производителях? Я думаю, что это только наша какая-то такая ключевая фишка, и есть она только у нас. Поэтому при покупке нашего фотосепаратора музыкальное обеспечение в подарок. То есть дискотеки можно проводить? Легко. Отлично. Вопрос такой, на чём работают ваши сепараторы? На газу, на электричество, на мазуке, на отработке, не знаю на чём. На ядерном топливе. На ядерном топливе, может быть, да. Нет, на самом деле всё просто, они работают у нас на электричестве. То есть для того, чтобы работал фотосепаратор, так как там исполнительным механизмом является воздух, нужен будет компрессорная станция. То есть поэтому каких-то особых требований мы не предоставляем, ну не требуем к установке, но электричество должно быть стабильно, это реализуется путём установки стабилизатора напряжения, а воздух должен быть тоже соответствовать первому классу, а это реализуется путём покупки хорошей компрессорной станции. По сути он работает на электричестве, не на дровах. То есть не на дровах, это не на валежнике, да, который нам разрешили собирать. Да, отлично. А вы рекомендуете, например, какой там компрессор, я не знаю, покупать, какой стабилизатор именно под ваши аппараты и сколько они потребляют электричество? 220-380, кстати говоря. Да, хороший вопрос, Алексей, спасибо, что задали. Конечно, то есть мы не оставляем так, что купил фотосепаратор и мы потом забыли, ставь как хочешь, нет, конечно. То есть мы можем продать либо собственную компрессорную станцию, даже не собственную, то есть мы продаем компрессорные станции, можем порекомендовать купить её у нас, либо можем порекомендовать согласно техническим требованиям купить, допустим, в регионе, да, там может быть в Рязани дешевле, может быть клиент, у него какие-то хорошие связи там с именными ребятами, которые компрессорные станции торгуют, вот, поэтому может быть он у них купить. Но в любом случае рекомендации мы даём и консультируется он с нашим специалистом. То есть это очень много, это большая на самом деле практика у меня была, когда человек, ну, клиент набирает и спрашивает, может, это подведут такая компрессорная станция или нет. То есть мы консультируемся с теми продавцами, которые ему будут поставлять это оборудование. Вообще сама компрессорная станция, она работает 380, получается, вольт, ну, там у него сушка 220, по киловаттам, ну, где-то вот 5 киловатт там нужен, да, там и выше. А фотосепаратор, он работает от простой розетки 220, потребление у него меньше, чем у чайника, 800 ватт. Чайник больше потребляет, или фен, любой. Клёво, клёво. А скажите ещё вот такой вопрос у меня есть. Какой процент отечественных всё-таки деталей в ваших сепараторах, по вашим оценкам? По нашим, вам точно могу сказать, в районе 90% это у нас отечественных деталей, то есть эти детали изготавливаются и у нас, то есть полуфабрикаты, изготавливаются на других предприятиях нашей страны. Но, к сожалению, некоторые детали, некоторые детали, не только линзы, да, они, возможно, изготавливаются, но не соответствуют тому качеству, который мы там предъявляем. Поэтому оптика, оптика это импортная, система выдува эжектора, да, это тоже у нас, к сожалению, импортная, ну, не производят у нас в стране, к сожалению, нормальных блоков. И система освещения, это тоже импортная, почему? Потому что, ну, те ГОСТы, которые мы предъявляем, они несколько не соответствуют тому качеству полуфабрикатов, которые нам поставляют. Поэтому мы решили не рисковать, а вот эти номенклатурные позиции мы всё-таки закупаем за границей. Ну, взяли китайский LED-подсветочку, да, поставили. Нет, она американская, она не китайская. У меня предложение для компании C-Sort, чтобы вы нас позвали к себе на производство, а мы снимем секретный, в кавычках, репортаж. Секретный репортаж, да. Ну, почему бы и нет, то есть, с удовольствием приглашаем вас, наше производство, приезжайте, посмотрите. На самом деле, не грех и не стыдно показать, что есть, на каком оборудовании это всё производится, в каких условиях это всё производится, потому что некоторые думают, что там каких-то гаражных кооператив, там, да, ещё что-то. Нет, это современное производство, которое находится в Алтайском крае. Я думаю, что люди, может быть, некоторые даже, которые скептически сейчас относятся к нам, к нашему оборудованию, после просмотра этого ролика, после просмотра того ролика, что мы, возможно, снимем с вами, как-то поменяют у нас отношения. То есть мы не где-то там из Сибири, из глуши какой-то. Из тайги. Да, достаточно национальная компания, которая, я говорю, давно на рынке, которая обладает своим собственным отделом именно разработок, конструкторов. Почему бы и нет, не стыдно ни за оборудование, ни за завод. Приезжайте с удовольствием. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...